Ближе, лучше Приветствую Сегодняшний герой так часто фигурировал в моих видео, что мне уже стало интересно, кто же это такой И признаться до этого я ничего о нем толком и не знал Но встречают как водится по одежке И вот его внешность вызывает как минимум удивление А как максимум диссонанс Это самый белый из белых блюзменов, которые когда-либо существовали Но он имеет такую густую черную кровь Да, в общем его музыка сама за себя скажет, но чуть позже Джонни Уинтер родился 23 февраля, как ваш покорный слуга Но только в 44 году в Бомонте, штат Техас И является ярким представителем техасского блюза, о котором я как-то рассказывал Родился он альбиносом Отец его был военным, мать пела в церковном хоре И в любительской группе Джонни вместе с братом Эдгаром, тоже кстати альбиносом, с детства были увлечены музыкой Уинтер в 5 лет начал учиться играть на колорнете, а позже переключился на укулеле Ну а там шестиструнка тоже подошла Так, окруженные звуками блюза и музыки в стиле госпел Братья довольно рано начали выступать И первый успех пришел к Джонни в возрасте 10 лет После выступления в детском шоу, которое транслировалось по местному ТВ А в 11 лет дуэт даже был прослушан в Нью-Йорке в TED Max Original Emeta Hour Ну это шоу талантов того времени Но по словам самого Джонни, они не были готовы к выступлениям на таком уровне Первой же группой, которую создал Джонни Уинтер, была Джонни Макарони Энзе Джеймерс Где он работал вместе с братом Ну и в состав входили еще три музыканта В основном они исполняли песни известных авторов Таких как Мадди Уотерс, Би Би Кинг и Бобби Блант Однако на местной студии Dart Records Им удалось записать сингл School Day Blues You Know I Love You Который считался местным хитом ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После школы Джонни поступил в технический колледж И еженедельно ездил автостопом в Луизиану Где играл в маленьких ночных клубах Но через полгода он оставил обучение И посвятил себя полностью музыке И уже в 15 лет Уинтер сделал первые записи На музыкальном лейбле в Хьюстоне И именно тогда он впервые увидел И услышал выступления своих кумиров Таких как Мадди Уотерс, Би Би Кинг Существует даже легенда о том Что в 62 году он вместе со своим братом Отправился в клуб Дабы послушать Би Би Кинга Который на то время выступал И, будучи единственными белыми Начали его упрашивать дать сыграть Джонни на гитаре Ну, какую-нибудь композицию Би Би Кинга Би Би Кинг в конце концов сдался Ну, не без помощи разгоряченной публики И Джонни сыграл на гитаре Композицию Би Би Кинга I was about 17 В общем, завороженный этим Джонни принялся работать еще усерднее И вскоре он выпустил уже свой первый альбом Под названием The Progressive Blues Experiment Работал он тогда Со звукозаписывающим лейблом Austin Sono Beat Records Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, в течение 60-х годов Джонни объездил весь юг США Выступая и записывая с разными группами Ему удалось записать еще одну композицию Под лейблом уже Atlantic Records Субтитры сделал DimaTorzok Он приобрел репутацию крепкого блюзмена И часто аккомпанировал как в студии Так и во время концертов Известным исполнителем блюза Субтитры сделал DimaTorzok В 68-м ему удалось записать Свой первый полноценный альбом С Uncle Джоном Рэдом Тернером На барабанах И Томми Шеном на басу Субтитры сделал DimaTorzok Интерес к Джонни Уинтеру Был подогрет еще и обзором техасской музыки В журнале Rolling Stone Где среди музыкантов Техаса Джонни был поставлен на второе место После Дженнис Джоплин С которой, кстати, он часто выступал И их дуэт какое-то время считался культовым среди молодежи Вскоре Джонни записывает и второй альбом Который также оригинально называется Second Winter Субтитры сделал DimaTorzok Но настоящий прорыв молодого блюзмена Случился в декабре 68-го Когда Майк Блумфилд Которого Джонни встретил в Чикаго Пригласил его сыграть во время своего концерта Fillmore East в Нью-Йорке На удачу в зале оказались представители Columbia Records И Winter играл и пел в тот вечер песню Биби Кинга It's My Own Fall Зал просто не инсталл И через какое-то время Winter получил контракт Который вскоре назвали самым крупнейшим достижением В истории звукозаписывающей индустрии Это был контракт на 600 тысяч бочинских В журнале Rolling Stone Также о нем писали И писали так Представьте себе 130-фунтового альбиноса С косыми глазами Бьющимися длинными волосами Играющего такой свежий дерзкий блюз Какой вы еще никогда не слышали И в результате этой статьи Джонни превратился из музыканта С местной известностью В хедлайнера престижных клубов Нью-Йорка Он выступал на многих фестивалях Включая и Вотсток Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Кроме того, он был приглашен Джоном Ленноном и группой Rolling Stones на консультацию Концерт в Гайд Парке Который, собственно, и открывал Композиции I'm Here's and I'm Yours И первый альбом Джонни на Columbia Records Вышел под названием Джонни Винтер Оригинально Субтитры подогнал «Симон» В те 70-е годы Джонни постепенно превратился в одного из самых колоритных рок-блюзовых персонажей Его техника и совершенно поразительный сплав блюза и рока Сделали из него настоящего идола И его даже прозвали в какой-то момент Джонни Гитара Зала, в которых ему доводилось выступать Просто взрывались от восторга Сам же Джонни оставался весьма спокойным Я просто слушал всех, говорил он И объединял все, что они делали В моем собственном стиле Это было несознательно Просто так получалось Ну, конечно, скромничал Впрочем, абсолютное зло Огромного количества рокеров А именно наркотики Не обошлись стороной и Джонни Так, в начале 70-х Он уже несколько выбился из колеи И даже прошел реабилитацию Но в 73-м Уже снова выступал Так, подтверждением этого Служит Альбом 73-го года Под весьма неоднозначным названием Still Alive and Will Альбом 73-го года В 77-м Мечта Джонни наконец сбылась Он начал работать с самим Мадди Уотерсом Своим кумиром И как я уже рассказывал В видео про Уотерса Он спродюсировал несколько его альбомов Которые впоследствии получили Грэмми Такие как Hard Again И I'm Reading Например Альбомы самого же Уинтера Также неоднократно номинировались На Грэмми Однако Ни разу не получили Эту премию Но он всегда говорил Что высшей точкой его карьеры Была работа с Мадди Уотерсом Ну Парень К успеху шел К нему и дошел В период В период В период 80-х Уинтер записал Три очень сильных Собственных пластинки На лейбле Alligator Records Это были альбомы Гитар Слингер И Сириус Бизнес И также Тирт Эдегри Гитар Слингер На Альбомы А вот в 88 году имя Джонни Уинтера было уже занесено в зал славы блюза при жизни. В 90-х все пошло уже не так гладко. Во многом это произошло из-за весьма неумного менеджмента, а также из-за вновь вернувшихся порочных привычек, которые активно давали о себе знать. Ну, вы понимаете, о чем речь. Однако, все же в начале 90-х он вернулся к блюзроковым корням. С номинированной на Грэмми работы Let Me In и пластинкой Hair Where You Brother. Вскоре прекратились концерты и выступления студийных записью тем более не намечалось, да еще и он серьезно поссорился с братом. Но все же Джонни не спешил вешать свою гитару на гвоздь. И его удивительный камбэк состоялся в 2004-м с выходом альбома I Am A Blues Man. I smell smoke You must be burning me behind my back I smell smoke You must be burning me behind my back I can't see the fire But I feel the flame I found the man's fuck With another man's name Oh yeah Just before you spoke I smell smoke Который в очередной раз был номинирован на Грэмми, но увы. В 2011-м выходит альбом Roots. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Last time I lost the best friend I ever had Last time I lost the best friend I ever had И летом 16 июля 2014-го, во время концертного тура по Европе, на 70-м году он скончался. В номере отеля в Цюрихе, в Швейцарии. Его последний альбом был Step Back, который вышел посмертно в сентябре 2014-го. You ready? I got a letter this morning, how do you reckon it read? I said, hurry, hurry, but what you love is dead. I got a letter this morning, how do you reckon it read? I said, hurry, hurry, what you love is dead. Ну, вот такой вот был интересный человек, и надеюсь, вам тоже было интересно. Слушайте хорошую музыку. Удачи. Пока. Джонни вместе с братом Эдгаром, тоже, кстати, альбиносом, с детства были увлечены музыкой. Мобильный интернет отключен, поэтому сначала необходимо подключиться к сети Wi-Fi. Интересная информация. Винтер в пять лет начал учиться играть на кларнете, а позже переключился на укулеле, ну а там и шестиструнка. Так, блин. Короче, надо заново. Продолжение следует...